IT-технологии формируют наше будущее. Все больше проводятся олимпиады и конкурсов по программированию. За своей мечтой стать программистами якутяне поехали в Санкт-Петербург. Из культурной столицы рассказывает Айсена Бурнашова. Один из самых востребованных вузов России, университет ИТМО, является кузницей уникальных кадров по программированию и IT-технологиям. Многие стремятся попасть сюда ради профессии будущего. За высококлассной и продвинутой специальностью также приехал и Илья Гуренов. Молодой человек, родом из Сунтарского района Якутии. Программированием Илья заинтересовался еще в девятом классе. После окончания республиканского лицея-интерната он успешно поступил в университет ИТМО. Сразу я знал, что ИТМО – это отличная университет для аккортичесников. И у меня появилась возможность поступить по олимпиаде. Моя профессия – ИТМО. Я после окончания университета планирую вернуться в Якутии и работать там. Исполнить свою мечту, стать программистом также хочет и якутянин Валентин Шинкарев. Я в школьное время написал олимпиаду, которая позволила мне поступить в ИТМО. Олимпиада среди школьников, которая проводила высшая школа экономики, называлась «Высшая проба». Я там занял призовое место. Современность вводит новые понятия глобальной цифровизации. Западные эксперты уже отмечают, что век капитализма сменился новым – талантизмом. Миру нужны новые профессии. Востребованность ИТ-специалистов, способных разрабатывать новые сервисы и повышать уровень технологий, день ото дня только возрастает. ИТ-технологии – это очень быстро развивающаяся сфера. Каждый месяц по новостям или где-либо слышно о каких-либо открытиях, то искусственный интеллект или, допустим, блокчейн, криптовалюты, или просто программное обеспечение, выходящее на новый уровень. За этим, конечно же, будущее. Масштабы глобализации применения технологий с каждым днем нарастают. Благодаря автоматизации и цифровизации в традиционных отраслях появляются новые профессии, где необходимы знания в ИТ. И это приносит абсолютно новые возможности для молодых ребят и девушек.